Всем привет! Это Лилия и Виктор. Привет всем, кто нас знает. Сегодня мы с вами поделимся нашим маленьким путешествием, которое изменило нашу жизнь. На самом деле наше путешествие было не такое маленькое. Нам пришлось побывать в Европе, в Турции, в Мексике. Перейти границу со Штатами. Начали мы с того, что купили билеты на российскую карту на Яндекс.Путешествиях. Это были составные билеты разными авиакомпаниями. Билеты мы брали заранее, поскольку чем раньше берешь, тем дешевле они обходятся. Сели, улетели, вопросов к нам особых не возникло. Конечно, пришлось предъявлять документы, что мы забронировали отель в Мексике, у нас есть мексиканская виза, у нас есть обратные билеты. На заможене в России задавали много вопросов. Спрашивали детей наши имена, спрашивали нас дату рождения ребенка, у детей спрашивали, ваши ли это родители. Ну и много подобных вопросов. Сели без проблем, прилетели в Турцию. Паспорт, контроль в Турции прошли без проблем. Единственное, что нас немного огорчило, часть долларов мы покупали в Турции. В силу того, что в России просто не успели все обменять, потому что в России очень проблематично купить валюту. Ее очень быстро разбирают в банках. А курс в Турции рубля-доллар намного выше, чем в России. Мы покупали доллары уже эквивалентно 100 рублям за один американский доллар. Так что, если будете лететь, обратите на это внимание и приобретайте доллары лучше в России. А я еще, будучи в России, думала, что покупая доллары по 67 рублей, это дорого для нас. Нужно брать там, где по 64. Так что покупать доллар по 100 рублей было мало приятного, но это была необходимость. Иначе они бы просто у нас зависли. Также мы покупали немного турецкой лиры, но она нам совершенно не пригодилась. Турки, так же, как и все в мире, принимают доллары. Не стоит на это тратить время, бегать, разменивать, расплачивать и с долларами. В Турции мы пересаживались на другую авиакомпанию. Разница между вылетами у нас составляла примерно 12 часов, может быть больше, если сейчас уже ошибаюсь. Отель снимать смысла было нет. Дорога из аэропорта Стамбул в другой аэропорт заняла у нас примерно 80 долларов. Я думаю, что цена, конечно, сильно завышена. Но мосты сожжены, надо было двигаться. Была ночь, мы заплатили таксисту и поехали. На рейс... Перед этим мы, конечно, посидели в аэропорту, в кафе, поспали. На рейс нас посадили с небольшими бюрократическими проблемами, но все же нас посадили, проверили все наши документы, визы. Шли, наверное, что мы с детьми. И мы сели спокойно. Правда, рейс они задержали, что заставило нас немного поволноваться. Потому что пересадка у нас была всего 2,5 часа. С задержкой на час мы просто могли бы опоздать на следующий рейс в Мадриде. Здесь мы могли бы потерять деньги, так как билет невозвратный. А также находиться в Европе нам нельзя было более 24 часов. Чтобы этого избежать, нужно было взять билет с более длительной пересадкой. Мы летели турецкими компаниями, которыми нам очень не понравилось. Из Турции мы летели в Мадрид. В Мадриде у нас была короткая пересадка. Наша пересадка превратилась практически в мгновенную из-за того, что турецкие линии задержались. Они так долго рассаживали пассажиров, что время сильно затянулось. И мы еле-еле успели на рейс в Мадриде. В Мадриде мы пересели на авиакомпанию испанских авиалиний. Аэро Европа. Это был самый комфортный для нас перелет. Ребенку маленькому выделили отдельное место. Да, кстати, такое отношение было для нас приятной неожиданностью. Стюардессы сами предложили дополнительное место для ребенка. Я спросила, да, окей, а сколько это будет стоить? Они... это бесплатно. Мы сейчас все сделаем, все организуем. Вам будет так удобнее. Его уложили удобно, и он спал практически весь полет. В каждой сидушке были оборудованы телевизорами, наушниками. Стюардессы очень хорошо к нам относились. Даже когда узнали, что мы русские, они... Оу, Раша, Раш. По прилету в Канкун. Была регистрация. Была большая очередь. Всех индусов уводили в стекляшки. У нас подобная процедура обошла стороной. Мы с детьми прошли контроль и вышли в город. Сели на такси и доехали до отеля. В Канкуне мы были несколько дней. Нам там очень все понравилось. Мы ходили на пляжи. Жили в отеле. Посещали местную кухню. Единственный плюс их кухни – это большие порции. На вкус мексиканская еда нам совершенно не понравилась. Острая пища. Непонятно, из чего сделана. Конечно, Мексика – это совершенно другая страна. Это не Россия. Там все по-другому. Для нас, которые ни разу не путешествовали, это было целое приключение. Позже, через несколько дней, мы полетели в Мехико. Там также у нас была транзитная пересадка до Мехикали. В Мехико мы посетили совершенно классный зоопарк. Вход был бесплатный для всех жителей, независимо от того, что проживаете вы там или нет. Было очень много животных. Нам все сильно понравилось. Дальше мы полетели в Мехикале. Мехикале уже является приграниченным городом Мексики, который граничит с Америкой. Там мы провели два дня. Коррумпированный город. Коррумпированная полиция. Все на слух стороной. Не буду вдаваться в подробности. Суть такая, что нас оштрафовали без каких-либо видимых причин на то. И после этого не было желания просто выходить из отеля. Мы наняли такси. Посмотрели, где кончается забор по гугл-картам. И попросили таксиста отвезти нас в эту точку. После нашего запроса было видно на реакцию таксиста, что мы не одни такие. Эту точку, конечно же, он знал заранее. Да и неудивительно. Ведь Мексика страна нищая. И каждый пытается как-то в ней заработать что-то для жизни. Потому что людей с подобными просьбами было очень много. По приезду на точку мы увидели много людей, идущих в сторону границы США. И мы просто присоединились к ним. И перейдя небольшую речку Колорадо, вброд, мы вышли к забору. И устремились за толпой. Толпа шла направо, в сторону, вдоль забора. Мы последовали за ними. Дойдя до границы забора, мы зашли в США. И, так сказать, вздохнули новый воздух, свобода. Что еще я хотела дополнить, так это то, что вся дорога того места, где нас высадил таксист, до конечной точки, заняла минут 40-50. И все это время наш мелкий ребенок спал. То есть он у нас уснул в Мексике, а проснулся уже в Америке. Далее. Нас отвезли в Бордер. К нам очень вежливо, хорошо относились. Нас покормили. Меня с женой и детьми разделили. Я был со старшим ребенком, жена была с младшим. Спасибо всем за внимание. Но мы постепенно будем делиться новостями. Пока. Пока.